Дороги района План газификации. Газовая станция в Родниках готова к вводу в эксплуатацию. Главная тема свежего выпуска газеты «Наш Соликамск» в рубрике «Своими словами». И в завершении прогноз погоды на завтра. Но в начале выпуска наиболее интересные новости из интернета. Символ Олимпийских игр в Москве. 6 октября Олимпийский огонь на Красной площади зажег Владимир Путин. Олимпийский огонь побывает в 130 городах России, после чего остановится в Сочи уже до окончания Олимпийских игр. 200 тысяч лучшему учителю. Виктор Басарги наградил победителей приоритетного национального проекта образования 2013 года. Учителя получили почетные грамоты Министерства образования и премии по 200 тысяч рублей. Из 125 участников победителями признаны лишь 21 педагог. Полицейского из Березняков уволили за поддержку Навального. Размещение фотографий в поддержку политика посчитали проступком, порочащим честь сотрудников. Эксперта-криминалиста уволили. 7 октября суд Перми отказался в восстановлении на работу бывшего капитана. Соликамская биатлонистка вошла в Олимпийский список. Екатерина Шумилова, которая сейчас представляет Ханты-Мансийский автономный округ, вошла в предварительный список кандидатов на участие в зимних Олимпийских играх 2014 года. Всего же более 20 спортсменов будут выступать за Пермский край. Соликамчанка уже забронировала себе место в сборной. В Соликамском районе закончен дорожно-ремонтный сезон. Километры наиболее проблемных участков дорог отремонтированы, восстановлены и приняты в эксплуатацию. В 2011 году тогда новая команда администрации Соликамского района начала разрабатывать стратегию по содержанию и ремонту дорог в районе. Если тогда на эти цели выделялось 10 миллионов, то уже в 2013 году на ремонт дорог было выделено 50 миллионов рублей. На эти средства за короткое уральское лето восстановлены и отремонтированы участки дорог протяженностью более 4 километров. Такой масштабный ремонт дорог в районе проводится впервые. Завершающим этапом дорожных работ в 2013 году стала приемка участки дороги Сим-Красный берег. По словам начальника исправительной колонии 5 Сергея Ковалева, который работает и живет на Красном береге с 90-х годов, после того, как эту дорогу передали на баланс Соликамского района, ее не ремонтировали. О ремонте этого участка с главой района, с Олегом Ивановичем Поляковым, практически у нас шел разговор о ремонте, можно сказать, с первых же дней его избрания. Хорошо мы нашли понимание в этом, глава нашел средства для ремонта этого дороги. Мы просто очень рады, что получился такой отличный участок, самый лучший участок на всем расстоянии от Соликамска до Красного берега. Действительно, дорога преобразилась. Появились новые дорожные знаки, заменены ограждения, сделаны откосы и полностью заменена водопропускная система. Все ли запланированное удалось воплотить в жизнь, мы спросили у директора районного управления коммунального хозяйства Виталия Телепова. Тот результат, который мы планировали достичь, считаю, что мы его достигли, и об этом, наверное, говорят те данные, что ранее, в прошлые годы, когда не был отремонтирован этот участок, всей автомобильной техники автобусам приходилось в период распутицы весной и осенью ехать не именно по проезжей части, а проезжать либо по обочине, либо вообще в откосе. К ремонту участка трассы Сим-Красный берег строители приступили в августе, и вот спустя полтора месяца 1300 метров обновленной дороги проходят проверку. Временами тут работало до 15 автосамосвалов, постоянной дорожной техники здесь было порядка десятка, бригада дорожных рабочих в составе 6 человек. Гарантии по дороге какие можете дать? Гарантии, они предусмотрены муниципальным контрактом, это 24 месяца, мы эти гарантии будем исполнять. Для того, чтобы дорога служила как можно дольше, за ней надо ухаживать. Содержанием этой дороги нынче занимаются специалисты ООО «Земля Урала». На этот участок дороги у нас очень большие планы, наша организация занимается содержанием дорог Соликамского муниципального района, и, наверное, такого хорошего участка мы не видели давно. Будем стараться делать все возможное, и думаю, сможем это сделать, чтобы участок остался в таком состоянии. Члены приемочной комиссии во главе с заместителем главы Соликамского района Игорем Мингазеевым после осмотра отремонтированной части дороги приняли решение дорогу принять. Дорожники постарались на славу, но этого недостаточно, если бы не работа команды. Данная дорога появилась благодаря усилиям целого ряда специалистов, благодаря решению главы Соликамского района, и очень большое влияние оказал на этот проект глава Краснобережского поселения, когда он включился в работу, то есть он очень активно помогал по этой дороге. Дорожно-ремонтный сезон в районе завершен, но работа на этом не останавливается. Уже сегодня специалисты администрации планируют дорожные работы следующего года. Да, впереди еще много планов. Дело в том, чтобы сделать дороги в следующем году, мы подготовку начинаем в этом году. То есть подготовку документальную, подготовку программных документов, чтобы нам попасть в софинансирование. То есть эта работа очень напряженная и кропотливая. Сегодня в районе наметилась тенденция на изменение сложившейся ситуации в направлении дорожно-транспортной инфраструктуры. Глава Соликамского района Олег Поляков определил, как одной из приоритетных в деятельности администрации восстановление дорог в районе. Как результат, только за летний период 2013 года были отремонтированы участки дорог в поселке Черное, село Родники и село Городище. Принятый участок дороги Сим, Красный берег, завершающий аккорд в выполнении программы 2013. В рамках долгосрочной целевой программы газификации населенных пунктов Соликамского района проделана большая работа. О том, каких результатов район добился уже сегодня и какие планы на будущее в нашем материале. Уже в скором времени жители 55 домов в Родниковском сельском поселении не будут тратить время на заготовку дров и растопку печей. У них появилась возможность использовать газ для бытовых нужд. Мы довольны. Вся наша улица молодежная, с нетерпением ждала, когда все же газопровод дотянется до Родников. Долго вы этого ждали? Ну, с момента строительства нашей улицы, где-то с 2000 года. Попытка провести в дома людей одно из благ цивилизации уже предпринималась лет пять назад. Но из-за чьей-то нерасторопности средства, направленные на разработку проекта, ушли впустую. Команда главы Соликамского района Олега Полякова успешно справляется с этой задачей. И пример тому новенький газораспределительный пункт в Родниках. В этом году нам удалось завершить проект по газификации части улиц. Спортивная, молодежная, юбилейная улица и приулок юбилейный. Это первое наше такое достижение по газу. То есть нигде мы до этого не делали. А в Родниках вот этот первый проект стоимостью он порядка 6 миллионов, 5 800. И к этому распределительному газопроводу могут подключиться 55 домовладений. По словами Игоря Мингазеева, заместители главы Соликамского района, уже в октябре этого года начнется работа по строительству магистрального газопровода до села Чертеж. В планах следующего года газификация половодовского поселения. И можно быть уверенными, что голубое топливо придет в дома жителей района. Ведь, как показывает практика, в администрации Соликамского района слова с делом не расходятся. Илон Измайлов, Анатолий Сеснит, телекомпания Соль-ТВ. Далее реклама, а сразу после рубрика «Своими словами» и прогноз погоды на завтра. Не переключайте. Тебе от 14 до 20 и ты хочешь заниматься бизнесом и зарабатывать уже сейчас? Хватит ждать! Участвуй в городском экономическом конкурсе «Твоя точка роста». И не упусти шанс получить айпад, сотовый телефон, фотоаппарат и право на бесплатное обучение в бизнес-школе. Отправь эссе по темам на почту бизнес-инкубатора. Бисолкам собака mail.ru Справки по телефону 720-38-720-77 Партнеры «Бизнес-инкубатор Верхней Камье», фонд «Преображение», глава города Соликамска, СКБ Банк. Все подробности на сайте. Правительство Пермского края, администрация города Соликамска и бизнес-инкубатор Верхней Камье представляют. Десятая межрегиональная выставка-ярмарка производителей товаров и услуг «Соликамск-2013» принимает заявки от участников. Наша ярмарка – это самое важное бизнес-событие года. Новые клиенты и новые партнеры. Покажите себя. Заявите о себе самым удобным и эффективным способом. Закажите стенд на нашей ярмарке. Заявки принимаются до 15 октября. Справки по телефону 720-77 и 723-30. Генеральные информационные партнеры. Телекомпания «Соль-ТВ». Радиостанция «Рекорд». Радио «Дача». Компания «Просвет». Мероприятие в категории 12+. Наши телезрители первыми узнают главную тему свежего выпуска газеты «Наш Соликамск». Вашему вниманию рубрика «Своими словами». На первой полосе свежего выпуска нашего Соликамска будет представлен материал о дорожной разметке. На написание этого материала подтолкнул собственный опыт езды, правда не за рулем, но рядом с водителем, когда она начала замечать, что разметка во многих местах практически стершаяся, а там, где дорога похуже и побольше луж по осени, там ее видно очень плохо. В связи с этим обратились к директору управления благоустройства города Сергею Шилову и инспектору дорожного надзора Соликамского отдела Юрию Федюхину. Они смогли посмотреть на это с диаметрально противоположных, скажем так, точек зрения. Один хозяйственник, другой проверяющий, поэтому материал получился достаточно разносторонним, интересным и, как оказалось, вопрос разметки довольно-таки многогранный и сложный. Смотрите Соль-ТВ, читайте наш Соликамск, соблюдайте правила, берегите себя. Ну и в завершении выпуска коллектив телекомпании Соль-ТВ. Рад поздравить Иванову Раису Павловну, директора гимназии номер 2, с днем рождения. Хотим пожелать вам счастья, радости, здоровья и долгих лет жизни. Ну а на сегодня это все. Телекомпания Соль-ТВ желает вам интересных, полезных, а главное, хороших новостей. С вами был Александр Чуклинов. Увидимся завтра в 18.30 на телеканале «Звезда». Далее вас ждет прогноз погоды. Всего вам доброго. В четверг, 10 октября, термометры покажут плюс 4 градуса. Атмосферное давление 752 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Ясно и без осадков. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду.